У меня возникает вопрос, вот слушаю вас, ушли, сдали Херсон, есть какие-то хотя бы предварительные наметки договоренностей с теми же самыми американцами? Вот у многих сейчас возникает вопрос, так, 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 какие-нибудь люди, особенно любители конспирологических теорий скажут, так, вот тут в американской прессе появились намеки на то, что Вашингтон уговаривает Киев чуточку сменить риторику, чуточку ее смягчить, не отказываться категорически от идеи переговоров. И тут же какие-то голоса звучат из Киева, что да мы вообще не отказываемся, мы только выступаем против того, чтобы эти переговоры обставлялись какими-то предварительными условиями. У нас ясная позиция, что российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий, должны быть обеспечены гарантией безопасности, должен стать вопрос о репарациях. Тут же вопрос этот освещается подробным образом в заявлении замминистра иностранных дел Руденко, который говорит, а мы вообще никогда никаких предварительных условий не выдвигаем. И тут, понимаете ли, уходят из Херсона. И, конечно, любой конспиролог скажет, так, русские ушли из Херсона в обмен на то, что начинаются переговоры. Думаю, что никакого договорника, как многие сегодня, безусловно, будут говорить, нет. Хотя, потому что какой бы ни была позиция США или отдельных стран Евросоюза по этому вопросу, есть позиция Украины. Разумеется, все ракетные бомбы и удары по критической инфраструктуре Украины, кибератаки, о которых сегодня на эту критическую инфраструктуру, о которых тоже сегодня заявили украинские власти, ставили перед собой цель довести Украину до изнеможения и тем самым склонить ее к переговорам. Но Украина почувствовала вкус победы в последнем месяце. И должна ли она идти на переговоры без предварительных условий? Большой открытый вопрос. При этом США, что бы они ни делали за кулисами, официально заявляют, что не будут заставлять Украину идти на переговоры и не располагают такими возможностями. Здесь, скорее, важно понимать, насколько отчаянно нуждается Владимир Путин в переговорах. Это действительно новая реальность. Издача Херсона, собственно, происходит непосредственно перед саммитом в Индонезии. И по нарастающим сейчас утечкам все-таки в Индонезию он не поедет. И потому, что встреча с Джозефом Байденом никак не вытанцовывается. А без нее нет смысла ехать. И потому, что по гораздо более банальным причинам. Что Владимир Путин не уверен в собственной безопасности. Его охрана не дает ему должных гарантий. А вы читали эту версию про то, что кто-то из участников собирается ему морду набить? Вот генерал СВР, небезызвестный в своем телеграм-канале, написал, что якобы такая угроза над ним нависла и никак не могут согласовать. То есть, там имеется в виду конкретный человек известен. Он просто не называется. И вот организаторы этого мероприятия не могут дать охране президента российского гарантии, что он не встретится с ним. Что они будут все время передвигаться разными маршрутами. Конспирология, конечно, но черт его знает. Я в эту версию не верю. Генерал СВР, безусловно, не имеющий никакого отношения к СВР и принадлежащий двум-харьковским бизнесменам, он умеет привлекать в себя внимание. В этом смысле надо отдать ему должное. И так и Валерию Дмитриевичу Соловью, который, в моем понимании, недалек от этого телеграм-канала. Он прекрасный. Блестящий креатор. И в очередной раз проявляет себя в таком качестве. Ну нет, я не думаю, что он собирался бить Вадима Путину морду. Я не вижу в перечне лидеров стран G20 кандидатов на эту полублагодарную роль. Но действительно, слухи о том, что против Путина готовится покушение на Путина, нарастали в последние недели. В том числе в абсолютно каких-то безумных вариантах. Например, известный политолог Сергей Александрович Марков говорил, что отъезд Ксении Анатольевны Собчак из России связан с подготовкой этого покушения. Вы действительно считаете Сергея Александровича Маркова политологом? Ну, он так называется, во всяком случае. Понимаете, я же аналитика, я не должен выносить такого типа ценностных суждений. Написано, знаете, на сарае написано что-нибудь, значит, там дрова. Политолог, значит, политолог. Вообще, как бы разговор о статусе политолога, кто такой политолог? Я в природе этой дисциплины, это отдельная большая тема, которая просто сейчас неинтересна нашим зрителям. Поэтому оставим ее до лучших времен на после войны. Я сам политологом себя не считаю, поэтому благодарен, что вы так меня называете. Но, опять же, это тема другого разговора. Назовем вас политическим аналитиком. Да. Сергей Александрович Марков активно продвигал теории, согласно которой Собчак и вернули в Россию, потому что Путин испугался, что ее используют для организации покушения на него британские и украинские спецслужбы. Но известно, что, естественно, охрана всегда нагнетает, всегда служба безопасности нагнетает риски и угрозы, чтобы держать своего босса под контролем и увеличивать его зависимость от себя. И, конечно, поскольку тут это, кстати, доказывает, что Владимир Путин в очередной раз доказывает, не является в полной мере верующим и практикующим христианином. Естественно, только Господь Бог знает, кто он по вероисповеданию. Но по косвенным признакам это тоже можно судить. Не только отсутствие упоминания Бога в его программной речи от 30 сентября, где он по его заявлению движим судьбой и историей, чего христианин никогда бы не сказал в официальном выступлении, но и вот такой панический страх за, собственно, физическую безопасность – это, безусловно, синдром атеиста, поскольку это полное отсутствие представления о том, кто действительно решает вопрос о твоей жизни и смерти. Вот у Кирилла Сергеевича Стремаусова, я думаю, сегодня эти все вопросы отпали, когда за несколько часов до сдачи Херсона он ушел в лучший из миров. Хотя лучший из миров – это наш мир. Ушел или его ушли, как вы думаете? Все возможно, я ничего не исключаю. Когда это известие пришло, я подумал, что, может быть, его ликвидировала и Украина, но сейчас, если это не случайность, а это может быть случайность, потому что смерть в момент исчерпания жизненного задания – это более чем распространенный сюжет, если брать статистику. Вернее, человек всегда умирает в момент исчерпания жизненного задания, просто иногда это очень заметно, как в случае Стремаусова, иногда можно понять только глубоко и далеко ретроспективно. Но, конечно, поскольку Стремаусов обещал, что Херсон никогда не сдадут, то тут возможны подозрения, что российские спецслужбы тоже приложили к этому руку. То есть каким лицом он бы туда? Это было недалеко от Генического, куда перевезли администрацию Херсонской области по российской версии. Ну и к тому же мне интересно, как чувствуют себя сегодня российские политики, в том числе весьма крупные, ну политиков крупных в России нет, потому что в России нет политики в демократическом смысле этого слова, но крупные чиновники на политических должностях, назовем их так, число которых, кстати, относится и Владимир Путин, он же не политик в прямом смысле этого слова, никогда им не был, которые заявляют, что Россия навсегда и так далее. И здесь я хочу обратить внимание всех любых политиков, общественных деятелей и публичных фигур, что, на мой взгляд, упоминание слов навсегда и никогда в политическом обороте должно быть исключено, поскольку это, опять же, относится к исключительной компетенции Господа Бога. Никогда не говори никогда, никогда не говори навсегда. Так вернемся все-таки к переговорам. Значит, суть всего, Путин может не поехать на остров Бали и не участвовать в этом самом саммите двадцатки. И что у него остается? Ну, значит, остается ждать, ждать и надеяться, как известно, потому что он хочет достичь какой-то договоренности, до конца года. Почему до конца года, неизвестно. Просто потому что так у нас планирование устроено по каким-то формальным векам. Что к Новому году нужно доложить о том, что спецоперация «З» достигла каких-то успехов. Ну, денсификации и демилитаризации Украины тоже не случилось. Полные победы над Люцифером и Иблисом, реченной через Дмитрия Анатольевича Медведева, судя по всему, тоже. Ну, вот хоть что-то хотя бы оттяпать сухопутный коридор на Крым, а также заявить, что Россия... Но ведь Украина никогда на это не пойдет. И даже если господин Зеленский вдруг, я не знаю, проснется в жару, в бреду и скажет, все там, ладно, там, уступаем русским этот самый коридор сухопутный из России в Крым, я думаю, что он долго в президентском кресле не продержится после этого. Разумеется. Поэтому я не очень верю в этот сценарий. Я лишь говорю о том, на что рассчитывает Россия, и что Россия пришла к той исторической точке, когда она вынуждена надеяться на срочный мир, а вовсе не на победу. Послушайте, а Путин не мог наконец-то вообще понять, что все его планы, в том числе временные, относительно Украины, они по природе свои ущербны. Победить первый Майдан, победить второй Майдан, взять Киев за три дня, всю Украину за три недели, это все не работает, и в данном случае, наверное, тоже не должно сработать. Ну, стратегия Владимира Путина, начиная с весны, с февраля до конца февраля 2014 года, когда, по моей версии, началась Четвертая мировая гибридная война, если считать Третьей мировой холодной войну, которой она и была вполне, это обрушение американцентричного мира, где Украина лишь территория для реализации этой задачи. И это обрушение американцентричного мира не работает в целом, а не только возможность раздавить Украину. Но Владимир Путин не может отказаться от этой стратегии хотя бы потому, что он должен последовательно пройти путем саморазрушения. Ибо на всех этапах его карьеры он выигрывал, это относится к психологии бессознательного, он выигрывал на разрушении тех систем, которым априори служил. Первый его карьерный взлет – это обрушение Советского Союза. Второй карьерный взлет неизбежно вытекает из падения Санкт-Петербургской администрации Анатолия Собчака. Ну и третий карьерный взлет сейчас, когда он, оказавшись на вершине российской власти, и почувствовал себя ключевой фигурой мировой истории в данный момент. А вот этот психологический сдвиг тоже очень важен, потому что из человека, самый ироничный, отдающего себе отчет в ограниченности собственных возможностей, он вдруг стал председателем земного шара, равному которых нет. Это, конечно, и по известным анекдотам про Леонида Ильича Брежнева залезали. Помните, когда Леонид Ильича не обнаружил сонального отверстия в момент поступления в клинику? Но это и внутреннее ощущение того, что он сделал всех своих соперников на международной арене. Кто-то ему откровенно признал его старшим не по возрасту, но по званию, как Гахард Шрёдер или Сильвия Берлускони. А кто-то хотел ему сопротивляться, но не смог. И в итоге Гордыня сыграла с профессором Плещнером очень злую шутку. Но Владимир Путин этого не признает, он будет рыпаться дальше. Потому что иначе он должен окончательно подойти к грани суицида в прямом смысле слова. Он не признает своих ошибок ни в малом, ни в большом. И он будет считать, что ему нужна передышка для перегруппировки сил. Новое оправдание его провала спецоперации Z состоит в том, что из Блицкрига в отношении Украины она превратилась в войну с НАТО. А никто никогда не утверждал, что мы в состоянии победить НАТО в прямом столкновении. Поэтому будем побеждать как-то не в прямом. Но мир остро-остро необходим.